народ всем большой привет приветствую вас на канале весом или вен не поверите я нахожусь в городе старк это центральная флорида уже близко к границе джорджии и знаете зачем я сюда приперся а я сейчас вам покажу ребят приперся я ради вот этого малыша в кавычках малыша в общем приехал посмотреть смотрю честно говоря под заказчика давайте умолчим все подробности но машину я смотрю эту под заказчика что представляет собой этот гранд вагонир а это именно гранд вагонир кто постоянные зрители всех прошу любить и жаловать это тот же самый гранд вагонир серия с ту я уже рассказывал что гранд вагонир это самый большой джип в истории который вернули из прошлого и сделали ему такое скажем так ремейк на стоя в настоящем так у нас завелся вот этот замечательный turbo дизель камин сран простите я думал что странно они не так громко работают нет там завелся другой автомобиль простите отвлекся в общем ребята это один автомобиль который нашел во всей флорде ну пока что честно говоря нашел даже я искал по радиусу не по штатам то есть по радиусу в принципе в радиусе 500 миль это был единственный единственная версия автомобиля гранд вагонир версии обсидиан то есть обзидан по-русски можно сказать но это обсидиан и что мы с вами видим мы с вами видим абсолютно замечательного кашелота честно говоря не знаю как это будет смотреться на вашем видео но вживую поверьте он смотрится просто бомбически мы с вами недавно смотрели целый ряд я показывал автомобилей гранд вагонир в различных интерпретациях но все они были в хроме здесь же нет ни крама хрома и это заводская такая комплектация кстати такая же версия доступна заказе в сером цвете это же вся полностью без хрома смотрится тоже бомбически но мне кажется черный смотрится особенно классно и так что мы с вами все видим мы с вами видим надпись гранд вагонир а и точнее сказать вагонир под под вот здесь вот под капотом и она тоже черная черная решетка все вот черные здесь вот у нас фары линзы которые тоже они но они могу сказать что они тонированы но они в общем смотрятся такой пищи что они затонированы здесь такие же линзы то есть это все тоже в рамках черных и в принципе все это блин просто черная черни грамма нигде то есть только солнце сейчас отсвечивает хромом вот он видите как хром и вот он как бы черная в общем у меня честно говоря я когда приехал я даже не ожидал что мне так сильно понравится вот такая вот версия которая вы знаете очень тонко подчеркнуть даже оттенки черного посмотрите на такие мелкие есть вещи видите маленький джип вот он знаменитый вранглер модели сорок первого года основан и вот посмотрите даже вот здесь вот на на вот этих вот вставочках есть такой маленький джипик который напоминает о том что это все-таки семейство легендарного джип ну надписи джип мы с вами будем находить еще везде при этом крышке на ступице вагонир надпись здесь у нас стоит 22 колеса бывает принципе что стоя оставят больше то есть легко сюда влезут больше но мне кажется что эти диски классно использовать на зиму например если у вас зимний штат или есть где скажем так по зиме это делать да вы то есть ездить а так можно поставить сюда диски побольше будет смотреться еще круче обратите внимание здесь на боковых зеркалах тоже нет ни грамма хрома такая вот надпись джип еле заметная сумасшедшие смотрятся вот эти вот трейлинги наверху и посмотреть они тоже черные они отливают черным смотрится просто умопомрачительно рамки вокруг стекол ну так называемый и в боевых всегда называть shadow line то есть вот этот shadow line тоже просто крути знак крутецкая у меня одни такие эмоции очень красиво смотрится тонировка как тренировка здесь непростая она немножко зеркалит то есть при этом когда вы смотрите прямо у вас ничего не видно немножечко под когда под углом то у вас появляется такая знаете то он такой полупрозрачный где вам принципе тоже нифига не видно но там что-то можно разглядеть а так она зеркалит это очень дорогая тонировка она очень классно смотрится немножко как с дымкой такой знаете нет не просто черным цветом именно таким дымчатым просто крутая круть дальше с вами идем смотрим ну диски здесь такие же вот эти вот черные стоят и здесь же сзади у нас тоже нет ни грамма хрома посмотрите легкий легкий кант причем такой вот не сильно заметный когда вы смотрите на него прямо а вот только сбоку вы можете обратить что такое субару это задолбало честно говоря девочка ездит газует девочки на роли 16 короче говоря посмотрите вот здесь вот кстати видно как тонировка выглядит то есть тонировка просто бомбически смотрится в сочетании со всем этим антихромом и с тем что вот где-то где-то понемногу проглядывается вот это вот серебро которое прям практически знаете еле заметное с полу намеками просто чтобы это все не сливалось черное пятно а выглядит действительно достойно очень богато смотрится то есть у вас практически вот только вот эти вот красный поворотники так ну что еще с вами что еще с вами здесь посмотрим ну здесь наверное пожалуй все дальше переходим салон и в салоне тоже есть изменения которые на мой взгляд кажется очень классно я уже показывал как сделано деревом настоящим орехом в различных цветовых вариантах и так далее здесь мы с вами видим вот эти отъехал порог но это все вы уже тоже видели не буду повторяться здесь мы с вами видим что белая прострочка ну тоже в принципе отражает варианты которые я вам показал то есть ничего из такого из ноу-хау но вот вот эти вот панели они смотрятся совершенно иначе потому что ну реально никакое дерево не заменит вот такой вот я даже не знаю что это она реально очень тактильно очень приятное по ощущениям у нее такой даже знаете в глазах рябит когда не смотришь но очень очень классно сделано в сочетании с дорогой кожей вот таким вот матовым алюминием смотрится просто бомбически ребята я не знаю еще я не знаю как это на видео но я знаю как это выглядит в живую и выглядит офигенски гранд вагонир повсюду светящиеся надписи и так далее здесь также у нас проставлен экран мультимедиа для пассажиров то есть эта опция здесь также присутствует вот здесь вот я вам покажу вот это вот видите панель прямо так вот по поближе чтобы вы могли посмотреть и в целом ансамбль получается бомбически здесь тоже самое нет никакого дерева а вот этот вот фактурный пластик сделанный под металл он не смотрится как пластик реально ну кстати не всегда есть опция не в каждом но здесь вот есть опция холодильника тоже тоже очень классно здесь также отодвигается экран я уже показывал что здесь принципе управление массажем кресла причем управление различными вариантами естественно вентиляция всего на свете и так далее то есть все это опционно посмотрите кому нужны подробности посмотрите я записывал этот видос уже и говорил потолок у нас с вами отделан черный алькантары и только панорамный люк имеет вот это вот шторку тканевую а так у нас все здесь с вами алькантара смотрится тоже бомбически ну и наряду с тем что я показывал уже вам в предыдущих по моему несколько обзоров назад здесь опция несколько иная она более богатая она сделана для того чтобы задним пассажирам тоже было чем заняться и вот здесь вот вынесем вот сюда вот такой вот небольшой монитор где тоже будут различные опции и так далее ну принципе на этом пожалуй все и системы вот этих кресел она так называемая капитан капитан стир когда у вас два сидя раздельно на это место у вас только под использование уже комфорта пассажиров эти посмотрим что здесь у нас есть но здесь есть ящичек обыкновенный нифига больше нету и здесь у нас даже нет холодильника но зато просто есть огромный огромный такой вот не знаки в размер черная дыра но реально то есть это пожалуй все у нас здесь вот так вот сдвигается кресло на самом деле мне кажется в некоторых машин даже поудобнее сдвигается и здесь полноценный ряд из трех сидений кстати у нас здесь панорама над первыми двумя рядами и так и вот здесь вот отдельно еще панорама для третьего ряда причем с возможности смотрите отклонение спинки и с usb и usb и зарядками с обоих сторон ну может быть мелочь но приятно а это у нас с вами кресло да здесь вот и так понимаю сдвигается видите вы можете электрически его сложить отдельно ряд и что самое главное вы можете разложить также электрически без того чтобы прибегать к грубой мужской силы отдельно ряды тоже мелочи а приятно опция такая достаточно полезно когда вам не нужно для кстати то же самое вы сможете это сделать из багажника например ну что ребят вот такая вот версия вот такая вот версия вагонира черный obsidian сразу говорю для тех кто хочет вдруг такую автомобиль себе приобрести и доставить например в казахстан азербайджан вот есть возможности поставки ребят единственное но это то что такие машины нужно искать иногда приходится искать очень долго заказы иногда три-четыре месяца но тем не менее как видите найти можно в целом это вариант вполне себе такой рабочий все ребят на этом я думаю все показал вам грант вагонир obsidian надеюсь вам понравилось пишите что вы думаете по поводу вот этого вот черного черного слона а реально ну вот единственная на смотрите 2 500 heavy duty стоит постараюсь показать heavy duty понятно это огромная штуковина которая таскает за собой супер тяжесть а это вот вагонир который в принципе ну если уступать то не во многом реально heavy duty но при этом мне кажется что это пятизвездочный отель на колесах вот ну не иначе это точно какой-то рискорот он просто а еще в этом цвете он смотрится просто супер все пока пока увидимся на канале вот такой для вас был обзор вот такой вот комплектации автомобиля грант вагонир который на мой взгляд по многим параметрам намного круче любого cadillac escalade или тем более там линкольн навигатор все пока пока увидимся